В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Филипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Лучшая из лучших в администрации прошла церемония награждения талантливой молодежи. Взаимовыгодное сотрудничество предпринимателей из Павлова встретились с бизнесменами Сарова. Вернулись с победой. Волейболистки с РФТИ заняли первое место на соревнованиях в Евееве. Далее расскажем обо всем подробно. Клиническая больница 50 готовится к ремонту поликлиник. Работы пройдут в рамках совместного с Росатомом проекта модернизации первичного звена здравоохранения в городах присутствия госкорпорации. 15 числа должно быть принято решение о источнике и объеме финансирования этих проектов. Мы со своей стороны подготовили медико-технические задания на ремонт всех поликлиник, всех входных зон, с организацией зон комфортного пребывания, открытой регистратуры, организации картохранилища. Если удастся это реализовать, все наши горожане увидят, насколько изменятся условия наших поликлиников. Кроме того, началась реализация проекта по навигации в поликлинике. В качестве пробы вначале сделают навигацию на четвертом этаже первой поликлиники и на двух этажах второй. В случае положительного отклика проект диражируют на остальную территорию поликлиник. В Сарове наградили лучших из лучших. Церемония чествования ребят, которые достигли больших результатов в образовании и творчестве, прошла 7 апреля в администрации. На праздники побывала и наша съемочная группа. Яркие, творческие, талантливые в актовом зале администрации собрались лучшие из лучших. На церемонию награждения пригласили 15 воспитанников учреждений доп. образования, которые в прошлом году стали победителями и призерами престижных фестивалей и конкурсов. В начале церемонии с приветственным словом к талантливой молодежи города обратился Алексей Сафонов. Конечно, пусть победа никогда не бывает простым, и я понимаю, как много пришлось потрудиться, были неудачи, были падения. Но чем хорош столь юный возраст, это то, что нельзя унывать, нельзя бояться ничего. Да, сегодня не получилось, но завтра получится в два раза лучше. Поэтому особое уважение тем, кто не отступился, кто продолжает двигаться вперед. Также глава города поблагодарил родителей и педагогов, которые вносят весомый вклад в формирование талантливой и активной молодежи Сарова. Затем Алексей Сафонов уручил ребятам благодарственные письма и смартфоны от администрации. Юные саровчане реализуют себя в самых разных сферах – поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, рисуют, занимаются рукоделием, участвуют в жизни города. Этот список можно продолжать еще долго. Многие ребята неоднократно становились героями наших репортажей. Я занимаюсь баяном уже давно, с пяти лет. Много на конкурсах побывал, выиграл много конкурсов. Спасибо организаторам, что поздравили меня. Я буду стараться дальше выигрывать и побеждать. Я учусь в детской школе искусств. И за последние два года я стала обладателем четырех гран-при международных конкурсов. Последний из них гран-при был в Амстердаме. Завершили торжественную церемонию коллективной фотографией. В Пурдышках перекрыто движение через мост. 7 апреля в селе Пурдышки сняли перила и закрыли путь песком. Уровень воды составляет приблизительно 45 сантиметров ниже полотна моста. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Находящиеся в сложном финансовом положении родители детей от 8 до 16 лет с апреля будут получать пособия в размере от 6 до 12 тысяч рублей. Сумма зависит от ситуации в конкретной семье, рассказал вице-премьер России Михаил Мишустин. С мая до конца года деньги получат родители более 5 миллионов ребят. На эти цели направят более чем 450 миллиардов рублей. Кроме того, Михаил Мишустин объявил, что будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщает РИА Новости. Мишустин отметил, что рост цен в России продолжается, в этих условиях важно поддержать граждан. Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинсбург. По его словам, у вакцины тот же состав, что и у спутника ВИ. Напомню, Минздрав России зарегистрировал 1 апреля назальную форму спутника ВИ для профилактики коронавирусной инфекции. В ведомстве пояснили, что вакцина также состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки распылителя в нос. Интервал введения составляет три недели. На сегодняшний день применение вакцины разрешено в условиях медорганизации у лиц в возрасте 18 лет и старше. Молодежный центр и ресурсный центр добровольчества приглашают саровчан принять участие в чистых играх-субботнике с элементами соревнований. Нужно собрать команду до 10 человек в возрасте от 12 лет. Игры пройдут 22 апреля в 16 часов на озере Боровом. Победитель получит молодежный кубок чистоты. Подать заявку на участие в чистых играх можно в группе ресурсного центра добровольчества ВКонтакте. Саров посетила бизнес-миссия предпринимателей из Павлова. В рамках визита гости познакомились с деятельностью различных городских организаций. Кроме того, в Центре поддержки предпринимателей прошел круглый стол, где обсудили варианты сотрудничества предприятий Сарова и Павлова. Производство строительных материалов, инфракрасного оборудования, рекламных счетов – это и многое другое предприниматели из города Павлова представили саровским коллегам на бизнес-миссии в Центре поддержки предпринимательства. На встрече иногородние бизнесмены рассказали о своей деятельности и показали продукты производства. Перед саровской публикой выступили как опытные предприниматели, так и те, кто делает свои первые шаги в бизнесе. Мы с предпринимателями давно хотели на бизнес-миссию приехать именно в ваш город, потому что он для нас интересен. Интересен своей закрытостью, а в то же время и открытостью, потому что мы очень хорошо общаемся с Центром поддержки предпринимательства вашего города. Прекрасно понимаем, какие проекты у вас реализуются и какие возможности у вас есть. И хотели бы привнести какие-то свои проекты, познакомиться с вами. Целью встречи стал обмен опытом и достижениями, а также возможность создания совместного бизнеса или общих проектов. Например, саровские предприниматели могут таким образом расширить рынки сбыта и найти новых поставщиков и партнеров. Представляем целый холдинг бизнес-группу «Лимон». У нас много направлений. Сегодня я представлял производственные предприятия, занимающиеся производством металлоизделий, и рекламную компанию «Реклайм». Надеюсь, она будет полезна и какой-то нотки кооперации мы с вашими предпринимателями постараемся добиться. От Сарова со своим опытом продвижения бизнеса выступила директор клиники женского здоровья «Мой доктор» Елена Костенко. Встреча в рамках бизнес-миссии закончилась неформальным общением между бизнесменами Сарова и Павлова, где они обменялись впечатлениями и своими контактами. Теперь Центр поддержки предпринимательства также планирует приехать с ответным визитом в Павлово. В Саровском физико-техническом институте завершилась 16-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и математическое моделирование». Она проходила по восьми направлениям. В школе принимали участие около 130 студентов и школьников из разных городов России. Студенты, аспиранты, научные работники и преподаватели ведущих вузов со всей страны ежегодно принимают участие в молодежной научно-инновационной школе «Математика и математическое моделирование», которую проводит Сарф-АТИ. В этом году эпидемическая обстановка позволила организовать мероприятие в очном формате, и большинство участников смогли присутствовать лично. Ну а поблагодарить я хочу, конечно же, все жюри, которое состояло из ведущих ученых и специалистов Российского федерального ядерного центра в НИЭФ, и наших преподавателей-профессоров, а также преподавателей-профессоров из вузов, которые к нам присоединились на этой школе. В рамках школы прошли заседания по восьми секциям. В секции «Математическое моделирование» в биофизике принимали участие студенты и их научные руководители из Москвы, Саратова, Перми, Курска, Рязани, Дубны и Сарова. Возглавляла жюри профессор МГУ. Все доклады были достаточно высокого уровня, было живое обсуждение. Нам бы хотелось, чтобы в дальнейшем на следующих конференциях было больше очных докладов, потому что именно такое непосредственное общение как между участниками, так и между участниками, молодыми исследователями и руководителями, это то, что остается потом на всю жизнь и то, что поддерживает людей в их профессиональной работе. Работала и школьная секция. Доклады представляли ученики гимназии номер 2, лицея 15, 38-го лицея Нижнего Новгорода, Ельниковского лицея, Нарышкинской и Сармайданской школ. Их работы оценивали в том числе студенты Сарфа-ТИ. В целом все доклады были очень интересные, но я бы отметил доклады из участников гимназии номер 2 и лицея номер 15. Очень высокий уровень подготовки, очень интересные темы и очень глубоко проработанные. Больше всего касается направления программирования, в частности обучения нейронных сетей, разработки искусственного интеллекта, а также системы охлаждения для компьютеров. На закрытии школы призеры и победители в каждой секции получили дипломы и памятные подарки от спонсора. Женская команда Сарфа-ТИ и Нияуми-Фи стала победителем открытого турнира Дивиевского муниципального округа по волейболу. Сборная института сформировалась в 2019 году и в этом сезоне впервые вышла на региональный уровень. Подробнее о достигнутых успехах и планах спортсменок расскажем в следующем репортаже. Александра Ясаева в волейбольной команде Сарфа-ТИ относительно новый игрок. Сюда она пришла в начале учебного года. Девушке нравилось играть в волейбол еще на школьных уроках физкультуры. Уже участь в институте в магистратуре, Александра увидела в соцсетях объявление о наборе в женскую волейбольную команду. Но тогда ее сразу же посетили нерешительность и сомнения. Играла я совсем не супер классно. Переживала, что команда все-таки достаточно высокого уровня. Сначала было немножко не по себе. Вливаться в новый коллектив всегда очень трудно. Но девчонки все замечательные, супер общительные. Женская волейбольная команда сформировалась в институте в 2019 году. Благодаря совместным усилиям капитана Ангелины Ароновой и тренера команды Александра Краева. Сначала девочки пробовали свои силы в городских и вузовских соревнованиях. А в этом сезоне команда впервые вышла на областной уровень. Сейчас наконец-то начинаются наши долгожданные первые победы. В прошлом выезде на открытом турнире в Двеево мы заняли первое место. И также в этом месяце мы планируем поучаствовать в турнире в Первомайске. И также в наш планах вводят проведение лет впервые турнира по пляжному волейболу среди студентов СРФТИ. СРФТИ активно поддерживает стремление студенток развиваться в этом виде спорта. Институт обеспечивает волейбольную команду всем необходимым для тренировок и для выездных соревнований. Нас обеспечили залом, мячами, новой формой. И если мы захотим практиковаться, то есть где-то поиграть, институт беспроблемно организует поездку. Также хочется отметить, что наша команда находится только в начале своего пути, но благодаря активным усердным тренировкам. И, конечно же, под чутким руководством нашего тренера Краева Александра Юрьевича нам удается показывать неплохие результаты. Даже за такое недолгое время девушкам-спортсменкам удалось дружиться, сплотиться, научиться понимать друг друга на площадке и вести свою игру. И даже сейчас женская волейбольная команда открыта для всех тех, кто хочет к ней присоединиться. К девочкам-студенткам обращаюсь, что если вы хотите играть, у вас какой-то техники еще нету, то вы не переживайте, приходите в команду. Наш замечательный тренер Краев Александр Юрьевич, он ставит технику, физические нагрузки тоже дает. То есть здесь вы всему научитесь, даже если не умели никогда ничего. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 7 по 10 апреля там будет проходить медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дуниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабета. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 апреля с 10 до 17.00. Нет возможности прийти, доставим телефон. Плюс семь девятьсот двадцать семь, ноль шестьдесят четыре, тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.